Волнительное событие для всей Ивановской области. Губернатор Станислав Воскресенский при помощи роборуки дает старт работе детского технопарка Кванториум-Новатория. Я вас, ребята, хотел настроить сегодня не только на развлечение, но и на работу. Потому что я сегодня, когда проходил, вижу, что сейчас тестировать область, и в основном используются такие развлекательные моменты. Но тем не менее, Кванториум, это не только про технологии. Кванториум, это еще и про стыль технологий с конечным результатом. Очень важно, чтобы уже в юном возрасте мы понимали. Семь лет назад, когда в Иванове появился Центр технического творчества «Иновация», никто и подумать не мог, что будет расширение. Да еще и такое. Кванториум оборудовали в здании бывшего клуба «Ивтикмаш» на проспекте Ленина. Регион вошел в число субъектов, ставших победителями отбора Министерства образования на создание сети детских технопарков. Общая стоимость работ составила 147 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Это и на ремонт, и на новое оборудование. Часть работ по благоустройству перекочевала на будущий год. В следующий год мы уже включили программу по уличному освещению все прилегающие территории. И, конечно, мы уже многое сделали по благоустройству прилегающих территорий. Я думаю, что жителям этого района они заметили изменения, потому что и дорогу сделали, и оградили железнодорожные пути сеткой. Ну а внутри, без преувеличения, совсем другая реальность. Креативное пространство, где сразу хочется что-нибудь изобрести или спроектировать. Обучение будет организовано по шести направлениям. В день открытия все гости могли протестировать оборудование лично. Ученики новации проходили квест. На этом этапе в виртуальном мире, в который позволяет попасть шлем виртуальной реальности, нужно найти спрятанные буквы. С помощью контролеров молодой человек манипулирует предметами. Слегка размыто, но все вижу. Довольно красиво, в общем-то. Сейчас, например, на верану такой выброс импровизированный. Пейзаж горный. Прикольное ощущение. Станислав Воскресенский рассказал, что с технологией хорошо знаком. Виртуальная реальность позволяет погрузиться в ситуацию. Это мощный обучающий инструмент, который применяется в разных сферах, в том числе в промышленности. Ребята рассказывают, предприниматели промышленные, что если молодого человека натренировать на таком шлеме, он потом на завод приходит уже подготовленный. Уже понимает, завод разрисован, понимает, где что находится, где какой станок. Меньше затрат на его до обучения уже непосредственно на работе. Потенциальная работодателя тоже, кстати, здесь неподалеку. Они готовы присматриваться и приглашать лучших к себе на стажировку. Кванториум претендует стать фабрикой по производству лучших инженерных умов. Я руководитель IT-компании, поэтому потребность в кадрах у нас есть всегда. Наверное, не секрет, что IT-сфера все развивается и развивается. И вряд ли в ближайшие 10-20 лет мы увидим спад желающих компаний получить готовые кадры на этом рынке. Поэтому очень хочется увидеть новые молодые таланты с горящими глазами. В аэроквантуме научат управлять квадрокоптером. Сначала на манипуляторе, потом дадут в руки настоящий пульт. Только на первый взгляд кажется, что все просто. Сергей рулит сегодня первый раз. Говорит, страшно разбить или кого-нибудь поранить. Бывает иногда то, что нужно, чтобы он как-то плавно так летал. А поскольку первый раз все движения получаются какими-то более резкими, нежели плавными. И, соответственно, очень сложно регулировать его правильную работу. Он как-то начинает вести себя не так, как хочется. Потом из-за неопытности начинаю как-то теряться. В кабинете промышленного дизайна установлены принтеры для печати макетов и готовых изделий. Этот, например, воспроизводит стаканчик для хранения ручек и карандашей. Леска пластика идет в головку экструдера, где ее моторчик как раз таки тянет. В экструдере он нагревается. И сама головка перемещается по столу. Вытаскивая пластик, расплавленный уже, в нужные координаты. И так по слоям он начинает печатать. Попасть сюда можно по принципу «кто успел» в порядке очереди. Посещать понравившиеся направления в технопарке могут ребята от 5 до 18 лет. Кванториум будет работать в тандеме с новацией. Со следующего календарного года порядка 800 мест бюджетных в двух зданиях – это как раз те места, которые являются бесплатными. А в учреждения дополнительного образования поступают исключительно по заявлению родителей. Поэтому буквально за 2 часа идет набор в новацию, когда он объявляется. Поэтому если такой шанс предоставляется, и в нужное время объявленные родители с детьми приходят подавать заявление, то у них есть шанс попасть на занятия на бесплатной основе. Но поскольку желающих в разы больше, будет и возможность получать доп. образования на коммерческой основе. А по средам технопарк открыт для всех желающих. Можно просто прийти и познакомиться с педагогами. Первопроходцем из области станет Плеская школа. Ребята уже изъявили свое желание обучаться в Панториуме. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.